Вспоминать начало объекции. Тишина. Итак, наверное, давайте начнем. А кто будет опаздывать, тот стоит заходить. Тихонько садиться. Ну, большинство, наверное, меня знает, когда я поняла, что у нас здесь есть выпускники и очень тапных времен, которые представились. Меня зовут Валфасова Светлана Михайловна. Я имею в честь, в последние годы, в заведующей кафедрой Германии. Ну, и поэтому, соответственно, в силу своих административных обязанностей сегодня буду вести наше торжественное собрание. Прежде чем открыть это собрание, мне бы хотелось бы маленький комментарий сделать. Конечно, когда все наши студенты учатся, мы всем им желаем успехов, профессиональных каких-то достижений. Но вот я бы хотела, чтобы сегодня было совершенно неважно, достигли мы каких-то специальных высот, пошли в какое-то совершенно другое место работать. И вообще, каким-то опытом так свою судьбу устроили, ну вот, по-своему. Потому что мне хотелось, чтобы сегодня вот все мы были просто техниками карты биогеографии и географического факультета. И я призываю вас, вот хоть только в этом качестве, вспомнить свои студенческие годы, которые, по сути, все-таки были самые выручные в нашей жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вот, где это выразили замечание? Есть, как вошли. АПЛОДИСМЕНТЫ Разрешите мне торжественное собрание, посвященное 70-летию памятного биогеографии, считать открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие выпускники, студенты и наши друзья, разрешите мне представить сначала президиум, в наш президиум. На темной плоде учились в то время, когда, Николай Сергеевич, Ассиба Бутрикан, сейчас он президент географичного студента. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анатоликан сильнее Анатолийской правости. АПЛОДИСМЕНТЫ Господи Аル Луховат, Господи Афголь, Господи Афгол, Господи Афголь, Господи Афголь. И поэтому, значит, крутую ерунду, Джоша бы выбирать. Вот так, и все остальные, это все профессорами, правительней хостежки... Валития Льёна, тех 4. Он бендественный профессор, но он, Наша Борис Борисовича, все две печати! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И хорошо он улет под нашим непростым волнам. Надо сказать, что я не смотрю на киноматическое прошлое, но я тоже 12 дней был биогеографом. Моя первая сильная экспедиция первокурсника была под Роскаловским биогеографом в заповеднике. Я там как миленький считал следы. До сих пор это запутано. Кстати, в начале этой экспедиции здесь сидят тоже. Мне очень приятно видеть и знакомые лица, людей, которых я учил в Сатина, людей, с которыми я учился на одном курсе, людей, которых я знаю по научным работам. Ну, прежде всего, конечно, поздравление биогеографа. Это повод встретиться всем нам, посмотреть друг друга в лицо, вспомнить все лучшие наши страницы, вспомнить об истории кафедры, кто ее начинал. Ну и, опять же, кафедры не любят подарки. Подарки любят веселые. Мой подарок... Ну и младчины! Девоголепные. Ну, мой подарок... Он подарок не только потому, что он материальный, да? Он подарок, потому что помогает избежать аукционов, конкурсов и с другим прочим. То есть я знаю, что можно с Викторией Михайловной, я знаю, сколько это стоит, и я передаю. Все, что нужно, что я знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Это телевизор со стойкой, как и ваша классная память. Вот чтобы кафедра биогеографии могла пользоваться в своих учебных и научных целях. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это еще не все. У меня есть приятная и почетная обязанность вручить гранату студентке первого выпуска кафедры биогеографии 1948 года, дорогой лидерей Федени Максимовой, с благодарностью, внукая движение, и состеживая радость кафедры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Он говорит, вот это девчат, вот это ковы, но в седьмом примерном виде он останавливался как геолог, и когда его студенты и аспиранты спрашивали, что это такое, он всегда отвечал, что я вас принял надолго. То есть он говорит всегда, я люблю твоя душа. Я думаю о том, что, конечно, мы не совсем смыслим во всем, как мы занимаемся, но и потом, конечно, мы занимаемся очень многое проектами, и в том числе и административные проектами. В какой-то степени даже теперь можно назвать кафедры географии, кафедры административные географии. Я очень рад, что с приходом Светлана Михайловна, ну, скажем так, очень сильно пошло вперед медико-географическим управлением, что было чрезвычайно важно. Ну и хватит об этом. Дело в том, что, конечно, Светлана Михайловна, мы пришли уже вас поздравлять второй раз. Когда я спрашивала, как приходить в час или в три, она сказала, она сказала, ну, и тогда, и тогда. Я спросила, как с подарками. Она, конечно, сказала тоже, и тогда, и тогда. И поэтому у нас советуют такие, мы называем это коммуникационные подарки. Поэтому вот с Михаилом Юрьевичем, наверное, заведующим кафедрой и замызг из этого по нашей кафедре, мы тоже с Владимиромом дарим тебе кафедры. У нас есть коммуникационный подарок, то есть, конечно, телефон. Потому что, потому что он далеко в том, диагональ, в том, что он не созвал. Спасибо большое. Там очень надо. Спасибо. Спасибо. Ну, зачем борода? Он уже меньше стал, похожий. Он говорит, что временное. Ну, значит, он с того, что вопрос о бороде, вопрос довольно спорный. Я считаю, что бородой очень похож, тем более у меня снимки отца есть, породой. Я вообще представляю еще выпуск с шестидесятого года. К сожалению, преподавателей того времени не осталось, кроме Валентины Твердой. Валентина Твердой. Валентина Твердой. Которая тогда преподавала. Но, вот, сегодня, когда заполнила анкету здесь на регистрации, там вопрос такой в анкете. А чтоб наиболее заполниться. Первая КЗ, которая там, как первое, это проживание, это преподаватель. У нас был беликоректный набор совершенно своих преподавателей, Начиная с моего отца Николая Васильевича Коткова, я особенно обязан Александру Михайловичу Ильцову, потому что я с ним начал работать за год до того, как он стал географическим пятицентом, географическим пятицентом, географическим пятицентом. Поэтому пришел учиться. Кузякин у нас преподавал, у нас преподавали, у нас преподавали, у нас преподавали Сергея Евгеньевича. Это люди, каждый в своей отрасли, достигшие очень больших пациентов. Помимо всего прочего, это были великие зарплаты. Я заканчивал специализировать пациентом географии. Никогда об этом не жалел, но больше нам дал ответ. Нас готовили таким образом, что я испытывал в своей жизни ни разу каких-либо затруднений. Мне пришлось работать не в институте географии, музыкингизма, пришлось в лабораторию зоологии на состоянии работы, на качественной зоологии в перемене. Ну и потом уже этот фактор, который мы собираем. Я выполняю рост по моим коллегам. Пока-то не можете сказать, когда-то возьму это степень. Не хочу, я не хочу. И выступаю с этим тоже громким смыслом. Наши проекты имеют три баса. Две есть два старейных учеников. И все остальные проекты Калининг. И эти проекты, которые Калининг создавали МЧС, создаем старейные. Мы там работаем как классные места, как предельно проходят студенты. И мы думаем, что будут со всеми студентам править, любим ягодам, побывать в наших старей. А чтобы открепить и укрепить отражение, я подарю два юбилемерных. Девчонский заповедник и заповедник последних. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Заходы последних. Происходит по словам уральского антизима. Посла, по некоторым ныряду, можно сказать, что разве будет. Ждем вас. Многие наши гости выступают в нескольких рипсах. Вот, например, Андрей Владимирович Придихин тоже, наверное, многие его помнят, да? Как? Он их замков учебной работы завтракает. Друзья мои, наш президент говорил о постоянных подарках. Каждый визит на пятницу сегодняшний день у меня подарки, поздравления и вещественные подарки. Я сегодня был один раз на пятницу в час. Второй раз не могу. Но сказать о великой значимости биогеографической науки и живого в составе формулы внефра, я хотел бы одно слово все-таки молвить. Мы с биогеографами основополагающие компоненты этого самого ландшафта, мы как основа, а биогеографы как настройка. И крупнейшие формы рельефа, ну, медленно не скажу, планетаны, уж точно биогеографические. Мы будем называть. Борферы, нормы копательные, животные и истории о Дарвине и его червяках, которые живут в представлении возможностей биологических организмов перерабатывают субстрат, она хорошо известна. Я тогда понял действительно о значимости биогеографии в рельефе образования и в геологии. Но это не главное. Главное, что мы очень близкие духовные люди. Мы учим вот в этой аудитории... Станьте здесь... Студент. Студентка есть? Друг, я не могу сказать это слово. Я не могу говорить это слово. Мы в лучших, в сучьих позициях, говорим, наши милые уроды, из которых мы делаем, делаем из первокусников замечательных лебедей впоследствии, но делаем их всегда вместе. Вместе с Кайферой и всем нашим сообществом. Очень любим биогеографов. И... Ну как нам, может быть, реабилитироваться и рассказать? Одно то же слово. Позавчера рейсом из центральной части Индийского океана был доставлен подарок на кафедру биогеографии. Это особый и редкий... Что? Спасибо. Спасибо, спасибо. Нет, что ты там сказала? Нет, нет. На подарок спасибо. Я говорю, да, он был доставлен действительно на кафедру. Это особый и редкий вид драцены, который не продается сейчас в городе Москве, но достигает 5-метровой высоты. Да, я продаю. Да, я продаю. И такой. И такой. Я не оборвала. Я не оборвала. Мне подсказывает президент Индийская Дихая Груша. Сол. Сол. Я не оборвала. Я помню эту сумму. Я не оборвала. Я не оборвала. Я не оборвала. Мы в общем деле. Да, практически. Это так. Пусти, Ферез. Нет, идите. Мы в общем деле. Мы делаем всегда локоть в локоть. Поздравляем дня! Дорогие друзья, нас пришли поздравить наши научные коллеги-институт географии Академии наук в лице Аркадия Александровича Тишкова, заместительный директор и его коллеги. Академия Александровича Тишкова Академия Александровича Тишкова Академия Александровича Тишкова У нас очень много общего, настолько много, что даже трудно представить. Первое, конечно, что может быть отцы основатели наши разные, сухачевки фармозов. Но на самом деле, с самых первых шагов, буквально с самых первых секунд мы понимаем, что у нас родители очень близкие и единые. Я не понял, что вы... Академия Александровича Тишкова 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 и Ленинградская школа, и вообще трудно. Такая смесь очень сложная. У нас институт полностью переехал из Ленинграда в 34-м году. И были определенные сложности взаимодействия географии в Москве, то есть и Ленинградская школа здесь. А на Калии это все происходило очень хорошо. И традиции Ленинграда, и традиции Москвы. Здесь, в Переволисе, и дали такой больший результат. И, конечно, мы внимательно следим за вашими успехами. И один из успехов таких был совсем недавно. Сначала наш президент, не этот, а другой президент, вручал Светлану Михайловне грань Эрбиот. А спустя какое-то время Светлана Михайловна получала премию Русского географического общества. Это ведь коллектив получал, да? Что это? Это коллектив, коллектив получал, да? Ну, я хочу сказать, что это триумф не только кафедры, это триумф всей географии нашей страны. Примасов! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Их студенты и, так сказать, аспиранты, и дружеские отношения, и родственные по-прежнему у нас есть несколько браков, как вы знаете, так сказать, адрес. Именно вечно, что вот эта тропа наших вам, а ваших вам никогда не зарастет. Мы вас поздравляем. Вот желаем вам... Там написано, расширяем, расширяем пространство и время, там дарим вам награду, чтобы мне не портили свои желудки. Спасибо! Вот такой фондарик, вот такие замечательные цветы. Спасибо большое! А, когда у вас правы, я делаю ягоды, я поделаю вот эти филеты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 70-70 год, вместе сцены ученые работали в Урвейхе в Западкаре. Спасибо большое за внимание! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и вот так... «to сейчас было сделано... то конвенция как-то запрещает.» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, поставим на линии места! Так, мы будем так чередовать. Сейчас я хотела бы дать слово нашему выпускнику, капитану Истальеву Отчеству, Лёша Рады Югу, который скажет, кто он сейчас стал, и какое он отдельное суперинтересное направление возглавляет. Смотрите, я закончил, как мне зовут Алексей Рады Юн, я 23 года назад стал директором старейшего механического сада России, и Артепельский огород, он отлежит Московскому университету. И я считаю, что решительно всем я, конечно же, обязан кафедре. И когда-то морозным утром в декабре 1988 года коллега Николаевна Оглеева впервые взяла наш вкус и помела нас в фериалке анатонического сада. Тогда не очень известный имя компа. То, что сейчас из него получилось, я всех приглашаю приехать и убедиться в этом самостоятельно. Мы 23 года работали над этим, и сейчас какие-то уже есть результаты. Я до сих пор понимаю, что не будь вот некой широты образования, которое я продавал в Хатте, то не получилось бы абсолютно ничего. Я поздравляю Хатте с Рады Юбилеевым. Светлана Храунова вручаем ей вот этот вот кер-хоризонтенн. Светлана Храунова вручаем ей вот этот вот кер-хоризонтенн. И всех очень хотел пригласить в Ботанический сад Росковского университета, где в Кер-хоризонтенн он открыт для всех студентов и преподавателей совершенно бесплатно, потому что только кер-хоризонтенн. Если вы трудно и работаете в лучшем году, всех прошу связывать, без стеснения со мной. На основном красивом событии и красивых выставках они постоянно меняются. И вы посмотрите, как в общем-то неплохо посвятили своей учительной геологии и геологической диагазии. Спасибо большое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 З derive Но будет и не делается, все к лучшему. Мы предоставим грани, дорогие друзья. Это движение вперед. Мы сегодня в этой аудитории не враты, лица, которые делили многие годы. Это здорово, когда вот такие даты собирают нас вместе, чтобы почувствовать, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Что мы большая друг для семья Географа. И где бы мы ни были, и ни были, мы с заслуживством несем звание выпускника геофага пословского университета. И сегодня приятно приветствовать и своих друзей, с которыми мы вместе учились. На следующий год мы были отмечать знаменательную дату. 50 лет поступлений, 45 лет окончания. И вот мои отмечательные дату биогеографии, они с удовольствием и мои лица будут в этом участии. И я хочу сказать, что, конечно, то, что мы сегодня отмечаем, такую прекрасную дату на подъеме, на взлете в дальнейшем кафедру, это результат вот той потрясающей работы, которая есть в этой кафедре. Потому что у нее есть никогда не подойдет в раздом. Так что я замечаю, наверное, Дина Федоровна Максимова. Я могу даже впечатлять о том, что женщина разгоряет, и давая самую пустую встречу, с которой мы все эти годы руководку у нее не умеешься по жизни, мы дети, и увидят о том, что традиции продолжаются. И вот сегодня руки поделись студентами, да, и они же дальше традициям будут преумножать, в том числе, в вашей камере. Я уверен, что камера в ее географии в московской университете будет существовать на географии, то, как мне кажется. Ну и поскольку наша география – это реверационная география туризма, слово «география» в ней присутствует, мы должны заботиться о здоровье своих садоварищей географии. И вы знаете, с нами новая традиция, юбилей в Калининграде у нас практически бывает, дарить что-то такое, что позволяло нашим коллегам отдохнуть, не только все время работать. Достижение тут даты, мы все это уже слышали. Поэтому вы знаете, в чем решили подарить вам, дорогая Калининград? Сервиз чайный, чтобы чай пили периодически. Дорогие коррели, вы знаете, мы смотрим на вас, и мало того, что вы такие красивые, но такие представления действительно биологического направления. Мы всегда вам немножечко заведуем. Заведуем такому, как бы замечательно, чтобы сейчас лет вы себе на эти десятилетия, и сейчас уже 70-летие, вот цветете и процветаете. Поэтому вам количество развития и процветания. Спасибо большое. Друзья мои географии, куда бы без ландшафта, правда ли, да? Все прекрасно понимают, что ландшафт – это от слова, а может, у нас фигурка какого-то. Поэтому слово представляется Дерилу Николаевичу Японову, главному столиту монашевого деда, и, в общем-то, нашему другу. Я вот давно в предотопащую аудитории не выступал. А студентка как же? Час назад у меня была лекция, студенток был в два раза меньше. А теперь о поздравлениях. Я бы хотел остановиться, у меня сюжет выступления, который, по-моему, никогда не затрагивается. А вот я решил об этом сказать. У нас 15 кадров. Я все посещал. Но я могу сказать, на качестве географии следа питания уникальны. И вот такого разнообразия кабинет, их оснащенности, ну, я нигде не видел. Вот, для примера, я не буду на всех кабинетах ставить, кабинет за нашим кадром. Вы знаете, все так гармонично, ничего нет лишнего. Все изящно, все на месте. Светло. Он... Правда, профессион Николаевич? Нет, он... Время, ну, блядя, как вы что-то питали. Ты, конечно, на сегодняшний день украшаешься. Охранник, да-да, он вот на двери охранником работал. Но, вы понимаете, гармония полная. И тут так же. 20-19. Входишь, стеллажи, коробки, мелкие позвоночные, где-то, наверное, позвоночные, месекомые. Но, вы знаете, это не только где. И не только аудитория. Это банкетный зал кафедры, где все защиты, все танцы. Скоро, добрый день, у нас приходит Добрый Дед Мороз. А снегурочек на кафедре изящных, нежных. Вы знаете, сколько? Все. Я не могу сказать. Возьми. Иду дальше. Самая светлая аудитория – это гербарный. Там нет ни одного окна. Никакая, ни одного. Но там сутки растений, которые впитали солнечный свет и дыр. Она очень светлая. Но самое главное – там Барит Николаевна Куреева сидит. Там всегда солнце пропускает другие аудитории. Но еще одно уникальное – 20-24. А так, мы там проходили предприятие России. Целый семестр. И да, нам Валентина Федоровна читала финансы на логику. Вы знаете, сейчас такого дисциплина у нас нет. Но в то время, уже потом, я это понял. Это было очень мудро, что был такой у нас дисциплина. Потому что Николаев Солнцев читает уже вторение. Он читал основную флорологическую структуру, роль педагогенной основы. А все остальное – это вторичное. А вот то же нам, по знакомому антимпиоду Сухачеву, Почовским, Раменским, Синузии, Суцессии, то же самое. А мы тоже ходим с этим, но точно. Поэтому, ну а дальше эта аудитория, Вы знаете, эта аудитория дала путевку в жизнь, я уже почитал, более 4 тысячи выпускников. Потому что там, вот я могу, когда отвечу, с первого года, первый раз там оппонирована дипломная работа, там всегда идут за счет дипломных работ. 5 кафедров, а было даже больше программ, она где-то 90 человек. И все это, эта аудитория. Очень светлая. Она такая достопая. Там, конечно, человек всегда удивляет, в той же сцене, в хорошем смысле. И все, стоят какие-то баночки, настойки, которые, что там, если бы стали звезды, там может быть, вырежут, там лет 40-50 из аналитиков. И там еще что-то плавает. То есть вот такой, что равно, вообще, кабинет, хочу сказать, что здесь, что очень светлые люди, душевные, милые просто, но они за счетами. Поэтому, переходя по раму, я вам первый этот скромный панец. Кто-то чувствовал, что он, Михаил Иванович, вытечет. Передайте, пожалуйста. До сих пор отчет. А вторая часть подарка, подарок таков. Ваш дружный коллектив всегда спряжает, что чай пьете за столь. А что было, прошу успешно за столь, здесь подарок, это такое блюдо, куда можно ставить и горячее, и закуску, пирожные и прочее. На вашу смотри. Спасибо большое. На Новый год приглашаю. Ещё раз, пожалуйста. Свои продукты. Я вижу ещё одного нашего выпускника, который приезжал из Воронежа. Это Куралат Семенович, Александрович. Ну, что он подглавляет, он сейчас нам сам скажет. Учет Кабанов. Учет Кабанов. Учет Кабанов. Учет Кабанов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Второе. Если бы не как-то любил географию, Геннадий Петрович не был бы многодетным отцом и дедом. Спасибо, Геннадий Петрович. Спасибо. 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 Ну и я хочу сказать, это не мои слова, но нам они очень понравились. Что у доброты, у должновения и чего там еще? Удрости есть имя. Учитель. Поэтому всем учителя, которые здесь присутствуют, всем спасибо, всем праздникам. И теперь подарки. У нас поскольку как-то рациональное правопользование, то мы хотим что-то совещались и знали, что подарят другие. Так вот, если ДК подарил вам телевизор, дружеская кафедра, подарила вам телефон, еще одна дружеская лаборатория, тихо, волнувку, влюбра, то... Все устраивает. Ну и как? Замышит и все устраивает. Но вы будете наливать в этот сервис, поэтому мы вам дарим. Ну и вам, ой, замечательно. По вторую. А, нет, нет, нет. Спасибо. Спасибо. И мы надеемся, что всем будет приятно пить кофе у вас. На данный момент. И мы... Благодарю большое. Спасибо. Спасибо. Так, кто-то хочет еще что-то сказать? И мы продолжим нашу программу дальше. Продолжим. Но если кто-то придет, то, значит, мы дарим уже в подарок дошло. Сейчас, Надя, я очень кратко постараюсь рассказать вам о кафедре, что она сейчас из себя представляет. Ну, это буквально, чтобы вы знали, что кафедра, в общем, растет и отбивается. А, Надя, ты, надо перейти вот сюда. Посьба всем беспредит, и вы перейдите сюда. Куда вы хотите? Иди сюда. Все, оставишься. Какие дорогие. А что? Ну, мы о том, что я тебе сказал. Ну, здесь, ну, я не как-то не знаю. Я не знаю. 75-летний, это что-то. Там его было. И так, 70-летний, афинцу, география. Вам все видно, что это? Это наши основатели. Конечно, на лабораторе Николаевич Сухачев, в том, что в реальной составе кафедры и долгое время возглавляющий кафедр был Анатолий Георгиевич Горнов, который получите учителем тоже в многих здесь присутствии, в частности, и маленьким учителем. Потом Дмитрий Александрович Молуцкий очень долго выгиблез новое направление в нашу афинку, да и почечная география, это и радиоэкология, и, к сожалению, очень радостно сошел. Какое-то время заменяла плавящую кафедру Ирина Григорьевна Мяла. С 2005 года в кафедре руковожу я. Смотрите состав, да? У нас, значит, 25,5 ставки, но 29 человек, потому что есть подставочники. А посмотрите, какой мощный вообще профессиональный состав. 7 докторов, 15 кандидатов, 7 профессоров у нас. Но, вы знаете, актуальный кандидат скоро будет. Будет кандидатом. Так что, значит, здесь все у нас на очень высоком уровне. Так вот, смотрите, но самое главное, это не высочайший уровень профессионалов, который у нас работает, а то, что у нас такой коллектив, вы знаете, ну, он действительно известен вообще на такие детям. У нас такая атмосфера, такая аура, и мы это слышим от людей, которые не только от друзей, а просто от нейтральных, которые хотят у нас тоже каким-то образом поработать. Ну, и, в общем, действительно, такое подтверждение, как мы готовили лебедей, как буквально никакого человека не было, который бы не принял участие в его подготовке. И как все старались, и как, в общем, все вместе с вами отключают студентов. Посмотрите дальше возрастной состав. Конечно, мы с большим впечатлением относимся к старшим, уже приближим к старшему поколению, но, в общем-то, у нас есть молодежь. А вот моя политика не только молодежь, а и мужчины. Так что, если кто готов брать, что это женская кафедра, это неправильно, потому что у нас мужчин столько. Другое дело, что женщины чаще ходят, чаще работают, поэтому, как, больше мужчины. Но это, значит, проблуждение, потому что, как какое-то мероприятие, мужчин буквально столько же, сколько и женщин. Так, у нас, да, у нас два доктора наук, которые, наверное, меньше 50, другой примерно столько. У нас, значит, кто-нибудь, это наши пределы. Средний возраст, 53-70-х годов. Мы готовим докторские диссертации. Вот тут сидят, да, у нас сколько готовим. Да, у нас еще есть люди, которые готовят. И, в общем, надеемся, что так будет. Дальше. Дальше, значит, у нас сейчас первая лаборатория. Такие. Это медицинская география, биоэндикация, биогеографическая география, некология сообщества. В общем, это достаточно формально лаборатория, просто спецсотрудники делятся как бы по направлениям, которые входят вот в эти лаборатории. Безусловно, по-прежнему у нас есть гербалия, которой мы гордимся, и который, в общем-то, уникальный. Это гербалия, это коллекция. Но наши сотрудники в меру своих возможностей, хотя лабораторов у нас нет. Я показывала, сколько профессоров и доцентов, да, а лабораторов нет. Поэтому, значит, в меру своих возможностей эти коллекции и, соответственно, гербали поддерживаются. Студенты. Немножко по-разному бывает. По-больше, по-меньшему цену у нас примерно одинаковое количество студентов. Вот здесь хочу обратить ваше внимание, в 2015 году мы последний выпуск специалистов. Но если кто-то не связан с образованием, может быть, не знаете, что закончился, мы уже не готовим специалистов, мы теперь готовим бакалавр, это 4 года обучения, и магистров, это следующие 2 года обучения, то есть 6 лет обучения. Вот уже второй год мы идем, которые собираем. Вот у нас есть аспиранты, не очень много, но есть. Вот за последние, зачастую 10 лет, как вы не видели, мы посчитали, у нас было 24 аспиранта, из них которых 11 человек засутились в диссердации в срок. Мы считаем, что это нормально. Раньше, сейчас поменялись, сейчас специалисты обменились направления, и в рамках нашей группы детости создано несколько направлений. Предположим, в географии астралийства, сейчас хорритологи, остались гемоонкологи, мы перешли в направление экологии и природопользования. Особо мы перешли в новое направление, нам пришлось разработать новые курсы, вот здесь я даже не буду их перечислять, новые курсы и для бакалавров, и для магистров разработали, и общие платочные курсы разработали, и, значит, межкофедральные курсы. Очень много было работы, очень много работы. К сожалению, это, как говорят в учебной части, это ненадолго, скоро будем опять. 3-2 курса. Да, сейчас вы начинаете со следующего сентября, новый стандарт, будем в костях, будем все разрабатывать заново. Ну, значит, здесь мне хотелось сказать, что вот сейчас считают межпокультетские курсы, то есть год 1-дель неделю со всех факультетов они выбирают, какой курсы послушать. Вот мы предложили курс «Живая планета», и я хочу сказать, у него высочайший рейтинг из разных факультетов нам ходило, а в пределах факультета это был буквально вот до первого месяца назад. мы его совершенствуем в этом году, мы читаем, надеемся, еще лучше. Так. Вот здесь показываются основные учебные курсы. Значит, мы читаем для всех географов, для всего географического факультета, мы читаем биологию и объединили вместе два курса. Это кто-то раньше отдельно изучал, сейчас вместе экология и биогеография, в числе остальных дел, как в двух курсах. Но, значит, это стал единый предмет, который мы читаем все. Мы читаем еще вот такие, как и новый человек, экологический мониторинг участвует. И, конечно, у нас остались все наши классические предметы. Это и биогеографическое картографирование, это и систематика, и медицинская география. То есть, здесь вот они все написаны, я не буду перечислять, но у нас есть новое направление. В частности, вот в конце этапа предметов. Здесь геогеография, молекулярно-генетические методы изучения и разнообразия, геогеологическая география. Это то новое, что принесли в наши новые сотрудники. Хотя, к сожалению, вот за все наши работа она доставляет баллы. И за учебники баллов очень мало мы получаем. Но мы все равно считаем, что это очень важно. Поэтому пишем, продолжаем писать учебники. Это вот за последние несколько лет. Мы написали, у нас был отчет, вот мы тут писали какие-то у нас где-то, значит. Поэтому мы пишем учебники и продолжаем их издавать. Ну, а это все вспоминаете сапинах. Мы проводим учебные практики. И вы знаете, вот сапина, здесь посмотрите, один сайт наверху, это вечером сидят в нашем кабинете все, весь первый курс. Потому что что только каких-то у нас нет. Это инициатива, это у нас и лекарские раздельные, это у нас и про птичек мы рассказываем. То есть каждый вечер у нас кто-то сидит и мы всем в общем свои знания преддаем. Ну, а это все узнаем, кто прикол этого было, да. Это наша Енесса Михайловна, вот это, значит, День Ивана Кухады, который отмечается в этом стаде, уже традиционный праздник от сада. Учебные практики. Вот посмотрите, то есть практики у нас настолько замечательные, что каждый сотрудник, в общем-то, немножко завидует студентам, которые так замечательно и долго ездят. Посмотрите, вот мы стараемся провести их по меридианам. Практика начинается в Сочи, потом они переезжают в Уртриш, потом они дальше едут в Звеникер. Иногда бывают по годам какие-то проливания, но в целом вот так остается. Потом они едут в Архангельскую область, а потом они заканчивают на Белом море. Вот такая практика. Иногда какое-то звено может выпадать, но по идее все вот эти звенья бывают. И практика у студентов, в общем-то, я считаю, замечательной. Дальше. Видимо такое понятие, как учебно-производственная практика. Учебно-производственная практика – это когда после второго курса мы месяц можем всех студентов выводить, но уже с какой-то организацией предъявляем. Вот частности мы возили своих студентов в Китай, и в общем-то они там работали с Китайцами вместе, ну и тоже получали какие-то знания. Но с производственной практикой здесь биатракция чрезвычайно широка. Это, конечно, все западения и национальные партии, которые у нас, особенно народу, пьеды на Дальний Восток. Вот все туда, значит, туда у нас в первую очередь все места туда занимаются. В последнее время появились зарубежные практики достаточно много. Видите, есть и Южная Китая, и Гималайя, и Штаты, ну и все и ладинамериканские страны, и Африка – это Мирун Гогон и так далее. Ну вот это вот у нас Гималайя, где наши магистры вместе с Алексеем Анатольевичем Романовым. Дальше. Значит, это Эквадо. Это Камерун Гогон. Зимние студенческие экспедиции. Как ни парадоксально, все очень любят ездить в Архангельск. Вот для меня, хотя даже не очень понятно, больше 30, меньше 30 градусов. Не знаю, как сказать правильно. Минусовая температура 30 градусов, а все туда рвутся и все приезжают очень счастливыми. Вот в Архангельске у нас одной из самых основных, это Мина Георгиевна у нас вот это занимается. И она вот это вот, вот это место, как бы у нас такое традиционное. Дальше. Дальше. Сейчас мы, конечно, осваиваем и Южные регионы. Это у нас Сочи. А последние годы стали осваивать Крым. Уже вот пару лет мы ездим в Крым и там проводим, в общем, тоже свои экспедиции. Вот это, посмотрите. Здесь, не вижу отсюда. Вот это производственные практики красными и зимние экспедиции тоже таким цветом розовым. Они тоже цветом показаны. И видите, как это широкая биография, но это тоже сходу так представлено, так и быстро. Фундаментальные исследования. Вот у нас 29 человек и, в общем-то, каждый практически занимается чем-то своим. Но все вместе, все мы вместе. Вот ряд таких направлений. Это, конечно, экологическая биография, это биографическое картографирование. Остается это наше профессионное направление. Это, конечно, у нас медицинская биография, которой мы стали заниматься. Виктор Александрович, его подачи, у нас биография больше, но просто правомерно заняла свое место в нашем, как сказать, вот в этом нашем учебном плане. У нас в учебной практике, у нас и пункты, которые существуют. И вот эти новые у нас сферогенетические биографии, бурярные генетические методы биографии, это тоже мы этим сейчас занимаемся. Тема государственная, которую мы сейчас этого года начали, по которой мы работаем, вот видите, она так называется широко. И мы все-все со своими разными интересами туда обмещаемся. Разнообразные динамитые мониторинга экосистем в условиях изменения окружающей среды. Нам приходится подрабатывать, подрабатывать деньги. И здесь, в общем, мы, конечно, не в первых рядах, как вот наши соседи, например, по этажу, но, в общем, прилично. Поэтому у нас есть вот грант, мы участвуем, очень-очень им такой важный грант, РНФ, это возглавляет его садовичи, но наша кафедра тоже в нем принимает участие, эксцентрич романа возглавляет. Значит, вот наше направление. Там это биоразнообразие, учет, гипозитария, которые там и участвуют. Мы стараемся участвовать в проходном конкурсе, внимательные конкурсы, получаем гранты РБО, гранты РБО и ФФИ. Ну, и грантов РБО у нас тоже достаточно много, хотя сейчас они, в общем-то, стали финансово, ну, может быть, даже и не столь выходными, как гранж. Вот здесь картинка... куда идут наши сотрудники. У нас, значит, да. Каждый раз, когда мы собирались в формальной обстановке, выясняли, кто больше где был. Чемпион у нас Попров Алексей Владимирович. У него сто семь стран. На втором месте у нас Владимир Михайлович Галушин. У него сто три страны. Правильно говорили, да? Здравствуйте. Может быть, уже больше стало. Сто три страны. Николай Николаевич со своими шестидесять странами на почемном третьем месте, да. Ну, а я там где-то в пятьдесятом, я уже там не вхожу в этот график, да. Ну, потому что у нас, знаете, была молодёжь, что они вообще стараются как-то такой пермитар сейчас помешать. Труды и сотрудники. Это, по-моему, в последние отчеты, у нас, на самом деле, Борисович нас отчеты, там переводят. Значит, это в последние годы. У нас мы выпускаем книги, монографии, мы выпускаем атласы. Кстати, если будет время, обязательно зайдите на 21 этаж. Там такая замечательная выставка наших работ, и мы благодарны коллективу библиотеки, которая так красиво сделала эту выставку. Ну, и мы садились с трудом, это так, про который уже говорили. Вот мы две недели назад получили вот эту почётную премию русского географического образования. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы сами принимаем участие в различных конференциях, но очень часто их не устраиваем. Вот это здесь один из вариантов международной конференции, мы Владимира не устраиваем, очень успешно, и больше 100 человек участвовало. Но главное не это. Раз можно устроить в каждой кафедре, мы регулярно, каждый месяц, проводим заседание комиссии биогеографии. Каждый месяц. Возглавляет Анязу Борисовичу Труну и Николана Лобикова, что-то я не вижу здесь. Да, чуть не вижу. Заболела, да? Вот. Каждый месяц и каждый месяц мы проводим заседание комиссии экологии человека и медицинской географии. Здесь большую разведку глава Андрея Миронова. Вот она всех собирает, всех информирует. И вот кто, если у кого есть желание, пожалуйста, у каждого месяца и так они все заседают, и так они все заседают, когда очень интересно обсуждают вопросы. Дальше. Ну а, конечно, в научно-просветительской деятельности нам равных нет. Правда, метеорологи говорят, что они чаще наступают по телевизору. Ну а не то, что они просто погоду называют. Правда ли? Это что такое? Просто являют погоды. А мы же что-то рассказываем. У нас же какие-то тематические выступления. Поэтому, значит, везде на всем программам мы, значит, в общем, наши люди и есть. В последнее время, в общем, мы расширяем международное сотрудничество. Сегодня позвонили много людей и будет, чтобы заболели с ожирением. Но с Монгольской экспедиции очень много лет, и у нас сотрудники, аспиранты, студенты, магистранты. Вот там сидит один магистрант, да, который только что был, в общем, недавно в Монголье. Значит, мы этим занимаемся и, в общем-то, получаем интересный результат. Ну, вот тот профессор Побров, который упоминал, он занимается тропическими странами, и часто у нас такие проекты, которые, соответственно, связаны с тропическими странами, и вот мы тоже подавили у студентов. Сейчас он тоже со студентом на хобби находится. Значит, что здесь дальше? А, это вот у нас Константин Бориславович. Он дружит со шведами. Шведы дружат с ним. Значит, они обмениваются стажировками, поездками. И вот это тоже чехи, тоже вот. Это почвенная биогеография. Вот это вот на Утрише. На Утрише это, да? На Утрише, значит, там чехи к нам приезжают и меняются. Достаточно прочное снятие. У нас с китайцами. Значит, у нас был проект международный, который в рамках ФФИ, международный проект. И мы часто участвуем, поскольку это, так сказать, личные связи, мы участвуем в школах, которые китайцы устраивают для зарубежных учёных. Они наверняка. Они приглашают зарубежных учёных читать лекции. И у них 25 китайских студентов, и 25 студентов с разных стран они приглашают. Ну вот, в частности, все в моей стране, да, все побывают в Китае вот на этих школах. Так, дальше. А, у нас Ольга Александровна Леонтьева главная российско-итаянская университет. Значит, мы их работали только виртуально, но тем не менее, каждый год мы отправляем своих студентов в Италию, а потом итальянцы своих студентов к нам. И вот это уже продолжается больше десяти лет. И мы, в общем, успешно этим занимаемся. Здесь, по сравнению программы развития, я даже не буду её, в общем-то, принимать ваше время. Здесь, смотрите, что получается, естественно, мы что хотим, как все. Мы хотим, чтобы у нас были новые доктора, мы хотим, чтобы у нас молодёжь, в общем, хотела у нас на кафе переработать. Ну, так, судя по тому, что у нас есть желающие работать, мне кажется, мы это выполняем и будем дальше продолжать. Безусловно, вот у нас постоянно меняются стандарты, постоянно мы должны усовершенствоваться, что-то писать, что-то новое. Вот у магистры стали у нас теперь, врачи, это непонятно, то ли есть магистры, то ли нет, сейчас у них точно есть, и надо с ними заниматься. После, теперь, вот особенность, которой раньше не было, аспирантура стала блоком обучения. Это высшая ступень обучения. Точно так же лекции, экзамены, зачёты, чего готова нет, и ты даже можешь насосить диссертацию, выполнить учебный план аспирантовой, ты обязан. Так, и вот, хотелось бы мне таким закончить несколько слайдов. Кафедра закончила 957 человек. Ну, посчитайте, в роли вы никого не забыли. А у меня не поднимайте, не вы говорите. Кафедра жила. Вот, здесь, ну, каждый узнает, кого-то свое имя, да? Это, конечно, Анатолий Георгиевич, Юрий Александрович Грибануцкий, Елена Грибануцкая, которую мы потеряли 10 лет назад. Это, так сказать, Анатолий Губикова. Это и основатель нашей коллекции. Это Александр Михайлович Цорбенко, очень сложно. Зоя Васильевич Фуратенко сегодня упоминает. А вот, кстати, вот, от нас ушла сравнительно недавно. Нин Павлович Цорбенко, Надежья Алина Доская, Валерина Соколова, тот, как это Матюбин, который к нам пришел в спиотбанке, в общем, у нас здесь сработал, и, конечно, Игорь Николаевич Матюшкин, который, в общем, был очень дорожен. Да. Вот эту фотографию я не могла не поместить. Слава Богу, здесь больше половины живых. Да. Но. Просто даже не знаю, какого года. Но здесь люди узнавали как. Вот там сидит, значит, Тоди. Ну, Георгиевич Нарайев. Да. Здесь, значит, сидит кто-то. Галина Николаевна, Куреева. Игорь Николаевна, Игорь Николаевна. Вот это я, как у меня, посетила сегодня Максимова. Такой год я, в общем, даже осуществление знаю. Вот эта фотография попала, там, Лисун Грунов. А вот этот солдат, Михаил Дениславович Ерумянсов. Тоже такие, в общем, молодые, и такие. Так, все, возможно, может быть, и еще, но презентация, конечно, что я не могу. Так. Вот это, это наш состав картины сейчас. Сейчас вот у нас тут наш фотографий, который вас вам... Вот спасибо тебе Насте большое. Только мы, скажем, нам надо портреты. Все, она здесь. Нам нужна групповая фотография. Она здесь. Спасибо большое, как вы замечательная она сделала. Посмотрите новую доску, которую мы тут делали с еще 50-летием. Эта с картины живет, эта картина будет жить, посчитать. А тут говорим про бесконечности, да? Вот. Потому что это мы сделаем. Это не все наши студенты. Это те, кто мы упоймали, как фотографируют, кто поверил революции. Так у нас студентов, конечно, больше. Ну, и поэтому я хотела брать свою презентацию с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас я это буду, да? Ну, хорошо. Сейчас я это большой сюрприз. Полминуты вот перестановочка и я подожду. Да. Ну что, Мариночка О, джаз-бэнд к нам идет Мне очень нравится Милицинская география Как жаль, что ее раньше не было Я бы явно здесь задержалась Ну конечно, в Габун, в Камерун съездили Привезли с собой Еще что-то В древние времена, когда мир еще только зарождался, земля была выгружена в непроглядный мрак Лишь падали одинокие звезды Но однажды из звезды появился великий, обладающий пространственным мышлением Развинул он руку и крикнул «Познавайте!» И тут же мир озарило сияние чистого разума А жила земля Забублила Разверглись нетами И вышли отсюда геомаркологи Девинирными водами Расточились на поверхность мидрологи И в битрой змеяной молнии Конденсировались метеорологи Но на этом все И так было Земля была безвидной и пустой И дух метеорологский носился над водами Скучали диссинтезы ландшафтоведов Продили по крестам одинокие геомаркологи Волновались океанологи Прасут экономик, пригорюнились И взмолились они все «О, великий! Нам чего-то не хватает Какого-то самого важного элемента А какого не знаем?» И ответил он «Лишь в единстве сила ваша!» И стали они все вместе Творить первичный бульон Ввергали молнии Курились руками Булькова вода И случилось чудо! Разверся океан бульчонный И в его днах Как распродителем белой пени Поднялись прекрасные биогеографы И мир стал удивительным И хоть в жизни многократных И весьма ее разнообразны И покуда существуют ее килогеографы Будет оставаться таким Вечно! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие выпускники, это наше новое пополнение Наш новый второй курс АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 хотят нас поздравить. Это тоже наш выпускник. Причем мы сейчас с ним встретились на обучении премии Биолога. Получил первый премию за фотографию. Там же был конкурс с фотографией. И когда я увидела, когда он получал первую премию, я сказала, как, вы не подарите кафедры? Он говорил, подарю. Я говорю, не просто фотографию, сделайте на холсте. Он сделал. Поздравляю. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста, кто же нашли выпускники? Добрый день, Светлана Михайловна. В Семерном комплексе и природе хочу подарить кафедру географии книгу. Она очень заряжала создание местными многих участников и сотрудников этой кафедры, и ее выпускники. И, конечно, кафедра это огромный вклад, не только в научной, но также в дело охраны природы. Большое спасибо. И еще огромное спасибо от всех людей, которые занимаются шагом в России и кафедры, в том числе за замечательную карту Беронова, которая вышла. Спасибо большое. Минны, пацаны, продолжай. Есть еще некоторые, которые еще выше. Вот, пожалуйста. Ну, я, во-первых, очень рад, что я могу поздравить этот замечательный коллектив, коллектив, который сейчас работает на кафедре, коллектив, который воспитывает студентов и всех выпускников. Тут очень много, я вижу, лиц, которые вот, ну, не только знакомы, с которыми мы тоже вместе работаем. И я хочу сказать, что вот музей землевидения, который, как Светлана Камб сказал, находится еще выше. Вот. Это такое вот уникальное подразделение университета, где работают выпускники многих, но больше всего в музее работает выпускников кафедры биогеографии. Пять человек из 37 научных сотрудников работают... И, Светлана Михайловича, я вот в вашем... Наша Таня Леверовская. ...вот прояву всех тех выпускников и прошлых годов, и выпускников, которые будете готовить уже вы, вашим коллективам, пожелать вам всего-всего самого доброго. Тут написано много слов хороших в адресе. Спасибо большое. Спасибо. В адресе. Я не буду его зачитывать, потому что он длинный, история кафедры большая, и, как я сказал, уже очень много сделано, еще больше будет сделать. И, ну, продолжая традицию, хочу сказать, что лучший подарок – это книга. И хочу подарить вот такую вот уникальную, уникальную книгу «Океаноманка», чтобы интересы вашей кафедры воспринимались еще и на океанах. Замечательно. И на океанах. Вот, еще раз просто от души хочу поздравить всех с этим замечательным юбилеем, и пожелать кафедре действительно двигаться в бесконечность, с тем же успехом, с которым она прошла эти 70 лет. Спасибо большое. А сейчас слово Валентине Федоровне Максимовой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Акад northeast, вот где есть. Я в течение несколько лет читала курс биогеографии в этой аудитории. И ясно, что здесь присутствуют некоторые бывшие студенты, которые слушали этот курс. Я, к сожалению, всех не помню, но помню многих очень и достаточно хорошо. Со многими я даже дружу до сих пор и болею за их успехи, промахки и так далее. Так, теперь что я хочу сказать. Я, несмотря на то, что не помню многих, но я всех любила и с удовольствием помогала им осваивать основы биогеографии курса, который я читала. Я надеялась на взаимность и сейчас на это надеюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Обязательно надо позвать. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Раз. Уже хорошо. Вот направление географии нашей любимой географии. В целом география. Это просто география замечательная, конечно, наша внутри. Продвижающая, вот сейчас, да. Ветхий совет, прочтенный по новым. Все там цвета замечательные. И все, кончилось с рождением географии. А вот еще одно направление, которое вообще никто никогда как-то не говорил, а мне сейчас уже возникло, что нельзя на такой дисках сделать такое направление. Ну, вот как у нас медицинская география, наша возникла, и ее, кстати, там экономика Санислава. Вот таких высот, что даже такие получают племени замечательные за атлас. А вот это, знаете, какой-то, кто-то сейчас куда-то приедет, привез герб Воронежа. Знаете, у нас каждый город, каждый идеальный, ну, то есть, идеальный могут иметь свой герб. Потому что, не говоря, республика, округа, и он говорит, герб, а? Какой это? Геральтика, да? Геральтика. Вот наш герб, вы знаете, далеко не все, кто обращает внимание на геральтики. Вот это наш герб. На нем. А в нем угла. На нем три кармоны, да? Три кармоны. Что, сейчас, теперь нет? А в руках. Три кармоны. Что у нас? У нашего рода. Скипетр держал. А в советское время какие два предмета были в центре наших первосоветских? Все думают, правильно. А почему сейчас скипетр держал? Да потому что решено было показать, что Россия имеет многовековую историю. Многовековую. Ну что, этот герб, во все дела, не то что олицетворяет современную историю, а олицетворяет тысячелетнюю историю России. Потому что иногда у них обменяем их лучше забывать проще. Начинаем немного помогать в руках. Он был царский главный. Он был советский главный. Это все наша великая история нашей великой страны. Поэтому я хочу для начала прочитать коронкое стихотворение, в котором есть и география, и мои любимые змеи, и гераль. Смотрите. Кстати, вы знаете, куда делся сертифик Овс в деле с нашего гербанга? Где, на каком гербе они сейчас? В кабинете. Ну, кому можно, по-моему, узнать, что все-таки Австрия, Австейская республика, имеет орла, у которого сертифик был. Ну, а никуда пройдет задолго, это мой вопрос. А не к самому началу. Я иду по улице Венес, у меня один парень, который был порт 90-й год. Идем с парнем, у нас очень там фильм. А, наш привезли туда. И, ну, вижу же, где этот герб, вижу сервов-молк. И спрашивали, ну, Мартин, это на встрече. Я говорю, что это такое у вас? Ну, как же сервов-молк? Ну, разговор не знаю. Так у мамы были немецкие фильмы. Я говорю, почему сервов-молк? Как почему? Потому что... Это Мартин говорит, у нас государство рабочих и крестьяна. Чего у вас? Он говорит, ну, не у вас же. Вот это не было удара через каждую. Трудно было даже это ответить. Вот, так представьте себе, как надо гордиться своим современным гербом, целевым гербом, и уважать его историю. И поэтому мне не хочется прочесть нового стихотворения. Коротко, где есть слово география, где есть слово мир. Это все мои любимые. Так. Я волком бы выкрасил бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка. Но эту... По длинному фронту губы и койота чиновник учтиво движется. Сдаю паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжицу. Краснокурс. К каким паспортам улыбку и ульдам, к другим отношениям в легком. С почтением берут, например, паспорта с двухспайном английским легком. Глазами добрых дядей Уиев, и не переставая кланяться, Берут, как будто берут чаевые паспорты американцев. На польские глядят, сейчас вспомните. Правильно. На польские глядят, как в афишу коза. На польские выпягивают глаза в тухой полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за географические новости? Ну, Поль иначе. Тогда Польша была частью Российской Федерации. Делился плат по своей связи. Больше всех учились. И не повернул головы качан, не переставая кланяться, Берут, как будто берут чаевые паспорты. Все забыли. Вернем. Берут, как можно. Нет, ребята. Не переставая кланяться. Нет. И не повернул головы качан. И чувств никаких неизвестных. Берут господин. Понадачан. Грады против щели. И вот здесь бьет географию. Пошел. И вдруг как будто жегом рот скрыли на господину. Это господин чиновник берет мою краснохожую паспортину. Берет, как уму. Берет, как ежа. Как бритва моего острова. Берет, как гремучую. Двадцать шал. Змею. Двухметрового острова. Микнул одобрительно к нас в глаз носильщика. Куть вещи снесет за даром вам. Бролитарская солидарность. Жандарм подозрительно смотрит на сыщика, сыщика, на жандарма. С каким наслаждением, жандармской кастой. Я был бы схлестан нараспят за то, что в руках у меня молоткастый, серпатый советский паспорт. Я достаю из широких штаней в дубликатах. Четарки завидуют. Я гражданин Советского Совета. А сейчас Великая Россия. А сейчас Великая Россия. А сейчас Великая Россия. А сейчас Великая Россия. Великая Россия. Великая Россия. Великая Россия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Все ждем дальше.